Уже много лет подряд, как минимум раз в неделю, мы развлекаемся скоростным разоблачением российских фейков. И, как правило, происходит это, что называется, весело-задорно, ведь космическая тупость кремлевских пропагандистов уже давно стала отдельным жанром стендап-камеди. Украина погрузилась во тьму в результате ударов по критической инфраструктуре. Половина Киева в пакеты гадит и в мусорные контейнеры выбрасывает. В они сейчас стоят, что капец, все кусты обгадили. В магазинах официально закончилась соль. Официальные сообщения из нескольких областей, в самом деле, это не шутки. Но бывают все же и фейки, от которых, мягко говоря, не до смеха. Даже напротив, от души хочется метнуть в экран чем-нибудь тяжелым. И сейчас мы вам покажем как раз такой случай. Одна ремарочка буквально к словам о том, что вот в ходе войны города разрушаются. Города, конечно, разрушаются, но после того, когда я приезжаю в Мариуполь, когда я приезжаю в Луганск, сейчас в северо Донецк, вот и целый ряд других городов, я вижу, как восстанавливается, как строится заново инфраструктура, как быстро растут целые кварталы. Вот эти двое жалких, если вдруг кто не знал, бывшие граждане Украины. Чувачки очень любили русский мир, а потому убежали в Москву. Ну а теперь из глубокого тыла, не моргнув глазом, врут, как же классно живется Донбассу с приходом России. Ну понятно, это лучше всего видно в Мариуполе, потому что он уже, считай, два года под нашим контролем, и там разворачивается. И там вот полное впечатление, знаешь, того, что вот сквозь руины, а вот прорастает новый город. Вот буквально прорастает. Потому что новыми микрорайонами, новыми школами, новые огромные медицинские комплексы, появляется инфраструктура, строятся качественные, хорошие дороги, водоснабжение, энергоснабжение. Что же эти малахольные туда сами не едут процветать, а? Может, опасаются, что местные после подобных эфиров прямо в рожу плевать будут? То есть, когда откровенная падаль типа Лосева и Осташка на всю пукоречную толкают речь о том, что жители оккупированных территорий ради русского мира вполне могут и не мыться? Смотришь, что людей Донбасса и понимаешь, ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, воду хотя бы на 30 минут в день. Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им вообще про это не просят. Им дают в два раза в неделю воду и не самое главное. Это еще можно списать на то, что запоребриковые чмони на Донбассе никогда не были и сами не понимают, что несут. Но вот тот же Мирошник из Луганска, и когда он цинично врет о некоем мифическом восстановлении. Вот города рождаются заново. Заново. То есть, когда из этого города сделали крепость, потом руины. И сейчас мы показываем, как мы можем эти города восстановить. Удобные, красивые, для того, чтобы там жили счастливые люди. Он сознательно, то ли ради лишней тысячи рублей, то ли вообще лайков ради, вытирает ноги о страдающих после типа освобождения земляков. Вот это, например, Иловайск Донецкой области, который уже 10 лет под оккупацией русского мира. За такое время город реально можно было отстроить с ноля. Но вот местные жители как-то изменений в лучшую сторону не замечают. Может, в этом Иловайске одни бандеровцы живут? Мы жители города Иловайска, улица Шевченко, дом 118. Пострадали в 2014 году во время боевых действий. Дом разрушенный. Вот стоим на фоне дома. Ничего не делают. Стоим на фоне дома. Все живем по квартирам. Ничего нам не делают. Никакой компенсации не помогают. Вот моя квартира. Я живу уже 10 лет на квартире. Мне уже за 70 лет. Я болею. Куда мы не обращались? Они нас вообще не слушают. Ровно та же ситуация и в городах, оккупированных Россией два года назад. В качестве примера можем показать Тошковку, Луганской области. При Украине здесь было все. Удобство, инфраструктура, зарплата, работа. А вот могучая и великая Россия не может даже свет и газ провести. Я не хочу ничего, интервью никакое давать. Зачем? Сколько интервью не давали, нигде ничего не меняется. Света нема. Газ у кого есть, газ провели. Воды тоже нема. Когда это будет, неизвестно. Отписки везде, отписки. О каких-то новых кварталах речь даже не идет. То доведите, пожалуйста, это вот до его сведения, до Путина, что у нас нету света. Холодина, автобусом не ездят вообще. Автобусы вообще, хоть бы один автобус пустили на неделю. В Тошковку не ездят, не ли на автобусе? Нет, нет. Вот прежде чем надо выехать, вот человеку надо нанять две тысячи. И так, по сути, везде. Посмотрите еще, как похорошела с приходом России попасная. Все разбито. Немально, нет, 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 ничего. Живем без света, без газа, без удобства. Ну, выживаем. А когда тут будет свет, электричество, блин, хотя бы какое-нибудь условие жизни, мы не знаем. Местные жители, которых и так осталось три калеки, две чумы, реально вешаются от счастья. Умирают очень часто. Многие не выносят, вешаются. Ну, на Капуе мужик заповесил, стал месяц назад. Мы тут не живем, мы тут выживаем. Ну, одеваться некуда. Ну и, наконец, на погоны. Россиюшка настолько классно восстанавливает Донбасс, что заныли даже жители Луганска. А это, на секундочку, областной центр. То есть не только на периферию царь свой обрубок положил. Остановительных работ не производится. Никакой бригады здесь нет. Все стоит, как и стояло. Все рушится. Сыреет, мокреет. Кто не знает предысторию, мы расскажем. Несколько месяцев назад подъезд этого дома обрушился после прилета российской ракеты ПВО. Десятки семей остались без жилья. И здесь бы вот Кремлю показать чудеса братской помощи. Но время идет, а бояре и не думают шевелиться. Валится вот эта плита центральная над головой. Вот такая уже появилась трещина. Она вот как-то вот уже нависла. Да и правильно, на этих холопах пиара не сделаешь. Да и Луганск не Мариуполь. Моря там-то нет. Так что какой смысл его отстраивать, если ни чеченцы, ни москвичи жить в Луганске не планируют? Я вижу, как восстанавливается, как строится заново инфраструктура, как быстро растут целые кварталы. Вот города рождаются заново для того, чтобы там жили счастливые люди. Но знаете, что в мерзком фейке от Витязева и Мирошника самое удивительное? А мы расскажем. Это тот редкий случай, когда разоблачать кремлевские фейки можно непосредственно Путиным. Сейчас вот бункерный дедушка чудесатую статистику по восстановленным домам озвучит. За прошедшее с 2022 года время плановые и сверхплановые задачи уже выполнены. Более чем на 19 тысячах различных объектов. В том числе построено 62 многоквартирных дома. Построено 62. 62. 62 многоквартирных дома. Есть мнение, что Пескову влетит за то, что он деду такие цифры подсунул. Ведь 62 дома на весь Донбасс за два года? Это, считайте, ничего не построено. Особенно с тем учетом, что подавляющее число из 62 новостроек – это два квартала Мариуполя. А все остальные жители Донбасса, судя по всему, спокойно себе и в развалинах поживут. Что в Мариуполе, что в Авдеевке, все на тарелочке, нате. А тут 10 лет, мы 10 лет живем. Никому, никто, ни баллоны, ни генераторы, ни хрена обидно. Вот такое ощущение, мы никому не нужны тут, просто никому не нужны. Получаем пенсии капельные. Купить мы ничего не можем сами. Разбыл и обокрадов хотим. И остались ни с чем. Живу на петроградке, в бараке, там ужас. Приедете, посмотрите, в СТЧ. Ну, помочь некому, никому. Все, в частном порядке. Какой частный порядок? Пенсии не хватает на жизнь, а не на частный порядок. Все ремонтировать. То есть, по сути, Путин признал то, о чем Украина говорила изначально. Никто и не думал помогать Донбассу и тем более его спасать. Ведь когда россияне уничтожают десятки тысяч домов и ради показухи за два года строят аж 62, это говорит о том, что Россия целенаправленно выдавливает жителей Донбасса с этих территорий. Люди не нужны, только земля нужна. Ведь постоянно жить в нечеловеческих условиях не получится даже у самых стойких. Ну, как компенсация? Как вам известно, компенсация, компенсация нет. Короче, нет ответа. Ну, как ответ? Ну, ты сдавал там, допустим. А, ну, я сдавал. Документы на сто тысяч. Ну, документы мы сдали, сдали. До сих пор ждем результат. И на уголь сдали. И это, ну, как, потеря имущества. Угу. Ну, сейчас ждем. При этом важен еще вот какой момент. Загнав жителей оккупированных территорий ниже Плинтуса, Кремль не стесняется промывать им мозги ужастиками о жизни в Украине. Тут вам и черные трансплантологи, и продажа детей педофилам. Кто-то работал этим как курьерами. Такое вот рассказывает, что я привел, вышел, там вот такая харя в трусах, я ему дитя отдам, он расписался и все. Что он с этим дитем будет делать? Ну, это педофил натуральный. Да и вообще в Украине все настолько ужасно, что люди никогда кодового замка на дверях якобы не видели. Ну, наши там заходят туда. А там вот как стоит то, что вот было построено 40, 50, 60 лет назад. Нас убиты уже, естественно, за все эти годы инфраструктуры. То есть там дома не то, что какого-то капитального, там косметического ремонта нет. Там до сих пор нет понятия, что такое, да, вот входная дверь с кодовым замком. При этом для создания подобных фейков пропагандистам вообще не приходится напрягаться. Достаточно лишь самую малость фантазии и каких-то левых фоток. Ну, а как все происходит на практике, мы вам сейчас на примере покажем. Украине грозит финансовый кризис и очень скоро. ВВП сократился на четверть с начала боевых действий. В конце года соотношение долга к ВВП приблизится к 94%. Так уж сложилось, что за поребриком испытывают странное возбуждение, услышав слова типа «дефолт» или «холодомор». Особенно, если дело касается Украины. На случай дефолта, по всей видимости, Украина и Зеленский спешат показать своим западным спонсорам, что они бесценны. Но вообще дефолт действительно может очень сильно уронить национальную валюту Украины. Поэтому, когда в этом месяце у Украины действительно возникли проблемы с внешними кредиторами, останкинские крикуны со скоростью Усейна Болта с удвоенным старанием продолжили попытки раскачать Украину изнутри. Возможно, масштабный обвал курса произойдет не к концу лета, а к концу года. Дефолт не дефолт. Мы, конечно, понимаем, что любая другая страна в этих условиях объявила бы дефолт просто по законам. Но это Украина, здесь возможно все. В качестве инсайдеров пропагандисты уже в который раз используют гыбнявые помойки, которые неумело косят под украинские телеграм-каналы. О том, что место телеги легитимны исключительно под информационной шконкой, знают даже младенцы. Но для ведущих первого канала это вообще не проблема. Сейчас прогноз негативный, насколько именно сказать нельзя, так как много неизвестных составляющих. К примеру, еще нет понятия, как решат вопрос оплаты 20 миллиардов долларов кредита. Нет понимания, как сильно вооруженные силы Российской Федерации будут отключать Украину от рубильника в затеянной банковой инфраструктурной войне. Как вам фраза о затеянной банковой инфраструктурной войне? Это же, видимо, банковая, а не Россиюшка начала еще осенью 2022 года энергетику бомбить. То есть совсем, товарищ майор, не палится. Но просто страшилок о дефолте Лосева и компании, видимо, показалось мало, а поэтому решено было старые фейки сдобрить новыми. Посмотрите, вон какие в Киеве якобы очереди за валютой. На фоне новостей о возможном дефолте на Украине столпились очереди в обменнике. Люди спешат избавиться от гривны. В некоторых киевских обменниках валюты уже нет. При этом, как обычно, фейк рассчитан на тупых и на ленивых. То есть тех, кто поверит на слово и поленится проверить, а что это за фото такие выдали на горы россияне. Мы вот потратили 30 секунд и сразу заулыбались. Просто удивительным образом фото якобы киевских очередей оказалось сделано в Черновцах, причем два года назад. У Чернівцях перед одним з банків черги, аби оформити заявку на выплаты від міжнародних організацій. Со второй фотографией все еще смешнее. Мы ее тоже нашли. И залита она аж в 2021 году. То есть такой страшный дефолт в Украине и такие бесконечные очереди за валютой, что ни одной, еще раз, ни одной свежей фотографии у пропагандистов нет. Но здесь фейкометы с первого канала решили проявить свой убогий креатив и в фотошопе перерисовали оригинальный текст на фразу «Валюты немає». То есть надо быть полной лосьевой, чтобы на уровне главного канала страны разгонять фейки такого днищного уровня. С другой стороны, если народу нравится, ну, то почему бы и нет? Сидит себе ура-патриот Ванька на диване в условном Челябинске и кулачком трясет, мол, будут знать укры, как на Россиюшку прыгать, получит теперь доллар по сто. Гривна упадет на самое днище – к ста за один доллар. Будьте готовы к самому плохому. И Ванька вообще не в курсе, насколько мало дяди и тети из Москвы потратили сил, чтобы оболванить его, а заодно и миллионы таких же холопов. И здесь несложно сделать простой, но в то же время очевидный вывод. Тонный уровень российской пропаганды вызван прежде всего тем, что ее потребителям чего-то лучшего и не надо. Ведь те, кто с детства из выгребной ямы привык питаться, в рестораны даже не заходят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова